Сохранение красоты, молодости и здоровья в наши дни это уже стало трендом. То, как мы выглядим, сказывается на том, как нас воспринимают люди, друзья, коллеги, партнеры. Внешность влияет на продвижение по карьерной лестнице, в бизнесе влияет на отношения в семье с партнером. Ну а то, как мы себя чувствуем, оказывает влияние на нашу продуктивность, активность и удовлетворенность жизнью. Медицина сегодня дает нам массу возможностей поддерживать красоту, молодость и здоровье. Об этом и о достаточно новом методе PRP-терапии. Юлия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. И предлагаю начать с такого вопроса. Насколько по вашему мнению и по вашим наблюдениям сейчас увеличилось количество людей, которые задумываются и хотят сохранить молодость, красоту, здоровье. И мне кажется, что это уже давно не только женщины, но и мужчины. Верно? Да, верно. Количество таких пациентов в последнее время значительно возросло. Мы этому очень рады, потому что человек заботится о своем здоровье, о своей красоте. Это правильно и современно. По поводу мужчин, да, их количество абсолютно не меньше, чем женщин, которые обращаются к нам на прием. И это могут быть и молодые, и взрослые мужчины. Один из методов, о котором мы поговорим сегодня подробно, это метод PRP-терапии. Что это за метод и почему мы о нем говорим сегодня? Осень – это самое время начала инъекционных процедур. И теперь расскажу немного о PRP-терапии. PRP – это современный метод оздоровления и восстановления кожи и других тканей организма человека с помощью инъекций. Для этого не используются никакие препараты, а только 10 мл собственной крови пациента. Чем отличается этот метод тогда от плазма-терапии, плазма-лифтинга? Плазма-лифтинг – это косметическая процедура, которая дает временный внешний эффект. Также берется кровь пациента и центрифугируется в обычной лабораторной центрифуге. А при PRP-терапии плазма обогащена тромбоцитами. И чтобы получить такую плазму, нам необходимо использовать специально созданную для этой процедуры, для этого метода, центрифугу и уникальное устройство – шприц-пробирку. В чем преимущество метода PRP-терапии по сравнению с какими-то другими косметологическими манипуляциями? Во-первых, исключена инфекция, то есть заражение, так как используется только чистая кровь самого пациента. Долговременный видимый эффект – это еще и общее оздоровление организма. В каких областях сегодня применяется PRP-терапия и можно ли, например, убрать морщины с помощью такой процедуры? Конечно, больше всего используется в дерматологии, как в лечебной, так и в косметическом направлении, в трихологии, то есть это лечение заболевания кожи головы, состояние волос, используется в хирургии, в травматологии, в спортивной медицине, в гинекологии, в стоматологии. Но если говорить поподробнее, например, в косметологии можно ли еще убрать и пигментные пятна с помощью такой процедуры PRP-терапии? Да, но здесь будет зависеть эффект от природы возникновения пигментного пятна или пигментации, и, конечно, от давности возникновения пятна. Чем быстрее обратится пациент на прием, на осмотр, тем, конечно, быстрее и выраженнее будет эффект. Можно убрать мелкие морщины на коже лица, шеи, декольте и кистей рук. Сколько нужно процедур в среднем для того, чтобы получить хороший, устойчивый и качественный эффект? Для этого необходимо не менее четырех процедур, одна процедура в 10-14 дней. Именно про дерматологию, косметологию, трихологию. Правда ли, что PRP-терапия эффективна при выпадении волос даже? Да, это совершенно верное утверждение. На моем личном опыте уже больше года мы работаем с этим методом в нашей клинике, в медицинском центре «Армет». И при таком, скажем, очень неприятном, позднем ослаждении коронавирусной инфекции, как постковидная аллопеция или выпадение волос после перенесенной коронавирусной инфекции, которая начинает беспокоить пациентам спустя 1-2-3 месяца после перенесенного ковида, даже в нетяжелой стадии. Это беспокоит как женщин, так и мужчин. К нам обращались такие пациенты, и достаточно буквально 4-х, максимум 5-ти процедур, когда восстанавливался рост волос. С какого возраста можно делать эту процедуру? С 15 лет. И нужно сказать, что в нашей клинике были пациенты, начиная с 15-16 лет, по лечению средней степени тяжести угревой болезни или тяжелой угревой болезни, когда активные воспалительные элементы полностью проходят, но остается так называемое состояние постакне. Это рубчики могут быть, это может быть послевоспалительная пигментация, неровность кожи, оставшиеся какие-то послевоспалительные проявления. И за счет того, что идет сильный толчок регенерации и восстановления ткани, кожа таких молодых людей восстанавливается очень быстро, буквально 2-3 процедуры. Если уже очень запущенный вариант был, когда молодые люди обратились довольно-таки поздно за помощью по лечению угревой болезни, мы делаем 2-3 процедуры именно PRP-терапии, входом в 10 дней. Затем рекомендуем провести все-таки лазерную шлифовку. Проведя 2-3 процедуры перед такой серьезной процедурой, кожа намного быстрее восстанавливается. Есть ли противопоказания к процедуре PRP-терапии? Да, конечно. Как к любой инъекционной врачебной методике процедуре, есть противопоказания. Первое – это злокачественное образование, затем детский возраст до 15 лет, беременность, кормление грудью, инфекционные заболевания в острой стадии и, конечно, иммунодефицитные состояния, такие как ВИЧ-инфекция, гепатит В, С, сифилис. Возможно ли аллергическая реакция на эту процедуру? Нет, невозможно, потому что используется чистая кровь пациента. Можно ли сказать, что этой процедурой PRP-терапии организм как бы использует собственный резерв? Да, так оно и есть. При введении плазмы, обогащенной тромбоцитами, запускается процесс регенерации. То есть эта плазма способствует мобилизации, регенерации защитных, регенеративных возможностей организма. То есть вот эти тромбоциты, волшебные клеточки, при активации, при введении в определенную ткань, буду говорить о своей области применения, это кожа, они выделяют особые сигнальные белки, которые привлекают в проблемную зону клетки вашего же организма, пациента, который подходит к проблемному участку и начинается деление новых клеточек. Это, с одной стороны, инъекционная процедура, но, с другой стороны, никаких посторонних веществ в мой организм не попадает. Да, абсолютно точно. Это просчитанная медицинская технология. Это точно выверенная последовательность выполнения действий. Здесь каждая минута, каждое мое движение, оно выверено и опытным путем тех академиков, профессоров, которые больше 20 лет посвятили этому вопросу. Мы обязаны выполнять, точно следуя инструкции, регламенту, чтобы получить именно тромбоциты и растворить их в плазме и ввести в проблемный участок. Они очень чувствительные к любому внешнему воздействию. Кровь мы берем не при помощи вакуумного шприца, вакуумной пробирки, а мы аккуратно забираем кровь при помощи катетера-бабочки, чтобы при взятии крови кровь лилась, а не в турбулентном виде заливалась в эту пробирку. Аккуратно мы взяли 10 мл крови. Аккуратно, как с новорожденным, который принимает врач-акушер-гинеколог, я беру эту пробирку. Это целое действие, которое мы совершаем. После этого мы переливаем аккуратно кровь в эту шприц-пробирку волшебную. Затем мы ставим в специальную центрифугу. Эта центрифуга больше не используется ни в какой процедуре. Она была создана именно для этой процедуры, именно для этого метода. Там особый режим центрифугирования. Медленный разгон, медленная остановка. И так называемое, скажу умное слово, бакет-роторная система. Пробирочки аккуратно поднимаются, крутятся. Определенный режим центрифугирования со скоростью ускорения 700G. Это все направлено, все, все это. Только для того, чтобы сохранить жизнеспособность и активность тромбоцитов. Мы их набрали. И вот здесь уже начинается процесс именно инъекционный. Надо еще сказать, что перед проведением процедуры мы обязательно просим пациентов прийти пораньше, потому что проводится накожная местная анестезия. Ну, чтобы пациенту как можно комфортнее перенести эту процедуру. Это касается кожи лица, кожи кистей, но других участков. Кожа волосистой части головы не обезболивается. Но пациентов все, сколько у меня были, и мужчины, и женщины, очень стойко, нормально, никто не плачет, никто не ругается. Все, наоборот, приходят, ждут, когда быстрее. Я хочу еще, я хочу еще. Они уже привыкают к этому. А потом, когда получают эффект, даже где-то им жалко с нами расставаться. Еще и психологически есть эффект у этой процедуры, верно? Несомненно. Как и при любой процедуре, когда женщина или мужчина, или юноша, девушка, или в зрелом возрасте человек начинает заниматься. Не только своей внешностью, но и своим здоровьем, своим питанием. Больше уделяет времени уходу за собой. Здесь плюс еще потом он видит, когда результат на лице, скажем так. Когда ему начинают говорить комплименты. Ты, наверное, побывал в долговременном отпуске. Ты сделал пластическую операцию. На самом деле всего было сделано 3 или 4 процедуры PRP-терапии. Открывается второе дыхание. Они приходят... Некоторые, кто приходил в таком депрессивном состоянии по поводу выпадения волос. Когда они заметили, что у них волосы красивые. Кожа лица стала более живой за счет улучшения кровообращения. Мелкие морщинки исчезают. Кожа становится подтянутой. Кожа шеи, декольте очень плохо поддается лечению. Но PRP и здесь волшебным своим действием омолаживает кожу. И после этого пациенты приходят. Ой, Юлия Александровна, я за счет того, что стала более уверенной в себе. Вы со мной поговорили, все рассказали. Я очень почерпнула большие знания именно по состоянию моего организма. Вы направили меня на путь правильного питания. Вы рассказали, как правильно ухаживать за собой. У меня появился молодой человек или молодые люди становятся более уверены, когда у них были, извиняюсь за выражение, прыщики-прыщики. Тут мы провели курс терапии ретиноидами. Плюс еще улучшили состояние, уже такой последний штрих, когда они стали такими гладенькими, красавцами. Юлия Александровна, у меня скоро свадьба. А ходили, очень переживали о своей внешности. Кто-то даже плакал, были неуверенными. Они скрывали, сидели дома, были такие бледненькие. И железо у них было низкое, витамин D у них был низкий. Мы проверили, все восстановили. За год новый человек. Как попасть к вам на прием? Большая ли очередь? Очень просто. Я врач-дерматолог высшей категории медицинского центра «Армет». Буду очень рада видеть вас у себя на приеме по предварительной записи. Первичный осмотр дерматолога обязателен. Процедура PRP выполняется мною при помощи медсестры. Метод сертифицирован. У меня есть сертификат, то, что я действительно обучалась этой процедуре. Применяется местная анестезия, как я уже сказала. Все нюансы обсуждаются на моем первичном приеме врача-дерматолога или трихолога. Прием врача-трихолога, то есть это лучше записаться тем пациентам, которые испытывают какие-то проблемы с кожей головы или проблемы выпадения волос, поредения волос, тусклости. То есть трихолог – это у нас волосы, дерматолог – это лицо и все остальное. Я вас жду. Я очень люблю своих пациентов. Я очень рада, когда они становятся более радостными и здоровыми. Благодарю, Юлия Александровна, за такой интересный разговор. И в студии программы «Подробно» мы говорили с врачом высшей категории, врачом-дерматологом, врачом-трихологом, сертифицированным специалистом PRP-терапии медицинского центра «Армет» Юлией Коробковой.